Рейтинг пассажиров К слову, клиентов с рейтингом, у которых ниже 4,5 можно пропускать без потери активности, то есть в принципе не принимать такие заказы. Если рейтинг ниже 4,5, значит часто этот человек что-то выдает во время поездок, что-то отжигает, что-то водители не устраивают. Вот, я решил принять такой заказ и посмотреть будет ли что-то с этим клиентом, будет ли какая-то проблема и показать ее вам. Давайте посмотрим. Ну вот кто мне как может это объяснить? Я ехал с дальней подачи. Вот заказ. Как потом к людям относиться? Нормально. Соединение устанавливается. Пожалуйста, подождите. Внимание, в целях повышения качества обслуживания разговор может записываться. Как со следующим клиентом разговаривать нормально? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Такси заказывали? Уже прошло 40 минут, я домой уже приехала. Ну вы издеваетесь? Мне пришел заказ, я его принял, приехал сюда за 6 минут с дальней подачи. Я стою здесь? И за 6 минут. За сколько? Как-то это может быть такой, я не опаздывал на заказ вообще. Что за бред? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Уберите добавочный номер. Соединение устанавливается. Пожалуйста, подождите. Внимание, в целях повышения качества обслуживания разговор может записываться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Просто игнор начинается. Не было такого, никакого опоздания, что за бред полный. Было так, что человек заказал, наверное, сразу CD-мобил, Яндекс и местное такси и просто уехал на первом, которое приехало. Соединение устанавливается. Пожалуйста, подождите. Внимание, в целях повышения качества обслуживания разговор может записываться. Просто тупо скидывает, да? Внимание, в целях повышения качества обслуживания разговор может записываться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что это там, бля? Адские какие-то восхики. Нет, ну просто так не делается. Что это за... Наберите добавочный номер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Соединение устанавливается. Пожалуйста, подождите. Внимание, в целях повышения качества обслуживания разговор может записываться. Алло. Вы зачем так поступаете? Мы даже с вами не договорили, вы скидываете. У меня ребенок маленький, не готов вас 40 минут ждать. Я забежала до остановки и еду на маршрутке из-за вас. Почему из-за меня? Я принял заказ, у меня даже опоздания не было на подачу. У меня зависит телефон, и я не видела, что вы здесь. Не могла следить. И он бежал до остановки до станции железнодорожная. А почему... А так при чем здесь я, если у вас телефон? Вы сначала говорите, что я не прав. Ну я сейчас что могу сделать? У меня ребенок грудной. Я понял, ну просто... Я не могу вас ждать полдня. Хорошо, тогда... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Клиентусики-то у нас кайфовые. Так вот могу сказать, как это все происходило. Женщина заказала себе несколько машин. Опять же, как я и сказал, там это сидик, это местное такси, яблочко, да, и это Яндекс. Вот то, что первое приехало, на том оно и уехало. Я сейчас отменю сам этот заказ. Проблем нету. Ну просто я потратил свое время для того, чтобы сюда приехать. И, ну, это частый случай. Я постоянно пишу об этом обращение в Яндекс. Но у нас же клиент всегда прав, да? Независимость от ситуации и даже от того, что я сколько-то проехал, метров потратил своего бенза при этом. Продолжение следует...